На Вести Плюс Новости Минновзрывная травма, множественные ранения лица и тела. Ему была проведена микрохирургическая операция, первичная хирургическая обработка проникающих роговичных ранений. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Глава Республики Леонид Пасечник держит ситуацию с пострадавшими на личном контроле. Также он поручил аппарату, полномоченному по правам ребенка ЛНР, предпринять все меры, необходимые для оказания медицинской и иной помощи. Очередной месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ пройдет в Республике с 1 по 30 октября. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР. Лица, добровольно сдавшие указанные предметы, освобождаются от уголовной и административной ответственности, подчеркнули в правоохранительном ведомстве. Для удобства жителей Республики работает колл-центр, сотрудники которого своевременно информируют граждан о готовности паспорта. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР. Для получения информации о принятии решения в отношении себя жители могут позвонить с мобильного оператора «Лугаком» на номер 505, где оператор колл-центра сообщит, готов паспорт или нет. В случае положительного решения оговаривается дата, когда человеку удобно поехать и получить документ. Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Мотусовского 4 октября приглашает абитуриентов на День открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-центре ВУЗа. В этот день студенты покажут потенциальным абитуриентам ВУЗа театрализованное представление с рассказом о нем. Педагоги по всем направлениям подготовки проведут консультацию и прослушивание. Рассказали здесь. В ВУЗе добавили, что в рамках Дня открытых дверей абитуриенты смогут записаться на подготовительные курсы по всем специальностям. Ярмарка вакансий для граждан, находящихся в поиске работы, пройдет в Луганске 22 октября. Об этом сообщили в столичном территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы. Мероприятие будет проходить по адресу улица 50-летия образования СССР, 22-Б. Начало ярмарки в 9 часов 30 минут. Следующий выпуск новостей в ближайшие полчаса. Вести плюс. Первое о главном. Вести плюс. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья, говорит, показывает гостелерадиокомпания Луганской Народной Республики. Сегодня последний день сентября, 30-е число. Это на календаре, на часах 12 часов и практически уже вот смотрю 4 минуты. И традиционно в это время в прямой эфир на радио Вести плюс Луганской телеканале Луганск 24 выходит программа «Здесь и сейчас». Ближайшие 56 минут для вас будут работать ведущие Ярослав Замета и Юрий Свидерский. И вот как мы проведем этот час, с минуты на минуту ждем в гости ректора Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки Александра Торбу. Ну, поговорим. Давно не виделись. Собственно, со 2 сентября. Не виделись. Крайний раз он был у нас в эфире. Также будут новости республики, будут новости в рубрике про Украину с маленькой буквы. И будет дайджест новостей в середине часа. Ну, давайте начнем с такого заявления. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе прокомментировала заявление главы делегации, замглавы делегации Витольда Фокина о войне на Донбассе и по Крыму, который Фокин озвучил в парламенте. Свою позицию делегация изложила в заявлении, которое опубликуют украинские СМИ. Текст следующий. Господин Фокин, как и любой человек, имеет право на собственную позицию. Какой бы странной она ни казалась, но мы вместе, как делегация Украины в переговорах в ТКГ, должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства, даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Также ее представители этой делегации заявили, что в вопросах об аннексии якобы Крыма и войне на Донбассе придерживаться официальной позиции Украины очень легко, так как она полностью совпадает с правдой о войне. Еще тут возмутился министр внутренних дел Украины Арсеноваков. Он назвал вообще, ну, в своей свойственной стилистике он назвал Фокина, уж простите, процитируем, махровым идиотом и мерзавцем. Но эти темы озвучили, да, и поговорим о них чуть-чуть позже. Теперь приветствуем Александра Владимировича Торбу, ректора Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки Александра Владимировича. Здравствуйте! 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 С выздоровлением вас! Спасибо большое! За вас переживала вся республика. Ну, давайте начнем с того, как себя чувствовать, как здоровье, как это вообще было. Прежде всего, я очень благодарен нашей республике, руководству, Министерству здравоохранения, министру Натальи Александровне Паченко и Олегу Валерьевичу Вольману с его коллективом, и Ирина Тимофеевна Котелевская с коллективом в реанимационном отделении, Стрекозова Инна Петровна, сотрудники министерства, Вронская, Ирина Геннадьевна, которые принимали активное участие в лечении моем. И, конечно, средний медицинский персонал, те коллеги, с которыми мы бок о бок лечили пациентов, я очутился по другую сторону. И я признателен всем, и признателен супруге за поддержку, семье, друзьям, пациентам моим бывшим, которые все помогали, все переживали и, естественно, поддерживали меня. Поэтому я благодарен. И, естественно, это болезнь, которая достаточно тяжело лечится, потому что пневмония двухсторонняя, отрицательный коронавирус. Перебирали несколько этапов, было анализ, все это все отрицательно, но, тем не менее, достаточно тяжело протекает, потому что к вирусной этиологии присоединяется еще бактериальная, потому что мы, медики, постоянно контактируем с инфекционным началом. Поэтому, естественно, это все осложняется и достаточно тяжело протекает, но медики сделали все возможное. И, несмотря на тяжелую болезнь, все, так сказать, имело положительную динамику. И после того, как пролечившись в отделение реанимации, перевели уже в отделение пульмонологии, и, так сказать, все эти моменты уже купировались. Пролечившись, и сегодня уже я на рабочем месте. Студенты как встретили-то? Студенты хорошо встретили, встретили коллеги, которые тоже оказывали активную поддержку, наши университетские товарищи, да, все, и активно занимаемся. Есть уже у нас масса планов различных, нюансов, которые мы должны прежде всего внедрять. А это и активная работа наших преподавателей в оказании медицинской помощи пациентам с тяжелыми пневмониями. Это и преподаватели пошли сейчас работать, и достаточно активно, и сотрудники деканата. Это такого, в общем-то, ранее никогда не отмечалось, но сейчас, учитывая очень тяжелую ситуацию, достаточно активно сотрудничают, помогают. И наши ординаторы, которым я благодарен, и благодарны наши преподаватели, и гордятся этими ребятами. Они сейчас, это порядка 70% ординаторов, устроились работать врачами. Ну, это фактически разведка боем. Конечно, устроились работать и врачами, потому что они имеют полное право, и даже устроились медицинскими сестрами, потому что мы знаем, среднего персонала не хватает. И поэтому они в больницах достаточно активно сейчас, в свободное от учебы время, в свободное от учебы время, работают. И этим самым они оказывают помощь. Мало того, у нас порядка 30 человек правкома студенческого и работают в волонтерском движении, достаточно активно помогают. И в период первой волны достаточно активно занимались и помогали. И сейчас еще присоединилось 100 студентов по разным направлениям работы Мира Луганщины. Достаточно активно помогают, сотрудничают. Это очень такие ответственные ребята, это естественно, это зов души. Они достаточно активно помогают, особенно пожилым людям, которые не могут перемещаться, сходить. Не обязательно это больные, да. Ну, пожилые, например, сейчас мы стараемся, чтобы они не выходили в магазины, в места скопления большие. Ребята им помогают и достаточно серьезно. Поэтому мы таким студентам очень благодарны. Александр Владимирович, еще говоря об этой теме, что очень важно и хотелось бы спросить. У любого человека, что-то пережившего, есть что? Опыт, есть советы, которые он может дать, поделиться. И как вот мы говорили с Ярославом неоднократно, накануне обсуждали, у нас здесь в студии была министра здравоохранения Наталья Александровна Паченко, и с ней об этом говорили. Вот подтвердите или опровергните мою версию. Я говорю о том, что все, кто говорят, что жестокие, жесткие меры, зачем все это. Любого, кто заболел, переболел или, не дай бог, умер, если его спросить, или была бы возможность спросить, любой человек сказал бы, недостаточно было мер, потому что я заболел или потому что я, не дай бог, умер. Вот что вы бы могли сказать тем людям, которые сейчас по-прежнему маской скрывают только второй подбородок, или которые ездят в общественном транспорте, полмаршрутки кашляют, половина боится. Ну, там формально подходят к этому, там вообще пренебрегают. Ну, вот так вот. В отношении патологии, прежде всего, таким гражданам я скажу, что это, поверьте, как человек, который пережил это, и я вам скажу, достаточно тяжелый был. И я благодарен еще раз, слова благодарности и докторам, и сестрам за то, что меня вытащили, вылечили. Почему и такие слова, говорю, потому что крайне тяжелое состояние было. Конечно, там вот такие, как фейковые моменты, там то удалили, то нет, конечно, это все лечилось терапевтически, интенсивно, реанимационно. Ну, это очень тяжелый хлеб. Вот, прежде всего, мы должны с почтением относиться к врачам, к сестрам, потому что это действительно чувствуется и работа, и профессионализм. Это первое. Второе, это то, что должны, прежде всего, ношением масок, правильным ношением масок. Как вы верно заметили, и подбородки, там и прочие моменты, это не должно допускаться. И рот, и нос должно закрываться, все, и маски должны меняться. Также этим, прежде всего, мы защищаем друг друга, затем защищаем себя. Социальная дистанция, никто это не отменял, и это может быть защитой. Для нас, для медиков, это, конечно, работа с пациентами постоянная. Специалисты всех профилей абсолютно контактируют с десятками, а порой и сотнями в день. Поэтому тут защититься достаточно тяжело от этого, хотя все меры принимаем, но тем не менее. Потому что человек приходит, например, с болью в животе и температурой. Ты же не можешь его не посмотреть, естественно. Смотришь, и заодно человек может быть больным и пневмонией, и ковидом, и прочими моментами, и другие инфекционные заболевания, и РВИ сейчас все. Поэтому, прежде всего, нужно соблюдать все те меры, которые постоянно, о которых говорит Министерство здравоохранения нашей республики. И это общепризнанно, это меры, которые исходят от ВОЗ. Потому что и мы, и Российская Федерация, и все страны придерживаются этих мер. Если необходимы карантинные меры, тоже с пониманием необходимо к этому относиться. Лишь сейчас, пережив эти волны различные, можно остаться в живых. Сейчас мы уже не говорим о здоровье, о качестве жизни и прочее. Мы говорим о том, чтобы быть живыми. Вопрос выживания. Вопрос выживания, совершенно правильно. И это далеко не шутки, потому что мы сейчас видим, что пожилые и люди с коморбидной, то есть сопутствующей патологией, достаточно тяжелой, особенно сахарный диабет, должны крайне осторожно относиться к местам большого скопления людей. К местам посещения узких закрытых помещений, там, где много людей. Избегать это. В наших супермаркетах расчерчены линии, есть социальная дистанция. Все полностью соблюдают эти вещи. И людям остается только четко выполнять. Почему мы видим, да, в Китайской Народной Республике, как это все выполняется? Выполняется четко, ясно и без всяких там обсуждений. Потому что они уже в скоплении, в таком насыщении людей, они уже пережили не одну эпидемию различных инфекционных заболеваний. Да, мы, как видим, каждый раз, когда происходит вспышка гриппа, даже ли чего, смотришь какие-то сюжеты из Китая, в масках ходят и уходят уже до последних нескольких десятков лет это все происходит. Совершенно правильно. Там это обыденность. Ясно, что для нас это кажется чуждым, кажется таким вот смешным, веселым. Ну, поверьте, тот, кто эти вещи пережил, тот так не думает. Поэтому выполнять нужно строго те указания, которые существуют. Кстати, по поводу строгости хотел сказать. Дело в том, что у нас вот не так строго это все, да. Например, в России штрафуют за не ношение масок. Вот у меня кто знакомый рассказывали. Нет, у нас-то тоже прописанный штраф. Прописанный, но когда тебя ловят, ты заходишь в метро без маски, тебе сразу 5000 рублей штраф. Ну, такие штрафы. Ну, по сути, они правильные, да. То есть не нужно всех подряд штрафовать, а штрафуют одного, окружающие увидят, окружающие расскажут другим. И уже будет даже вот не нужно поголовно. Даже показательные некоторые штрафы, но на основании закона, само собой, они будут иметь свое воздействие на самом деле. А у нас еще не так строго это все. Ну, а здесь, как мы вчера слышали, вот Наталья Александровна Пащенко, да, когда она заходит в магазин, и продавщица говорит, ой, да что вы, маску не надо, не надевайте маску. Она снимает, показывает лицо, просто все сразу начинают сами одевать маски. Ну, это уже плюм. В это время параллельно не прекращалась работа университета и завершился прием. Я так понимаю, что было и желание, и потом уже у вас и была какая-то возможность держать связь с коллегами уже по телефону. Конечно. На сегодняшний день у нас закончился дополнительный набор. Это мы впервые проводим такие вещи. Для чего? Прежде всего и Министерство здравоохранения, Министерство образования, руководство республики в целом относятся очень демократично в этом году к вступительной кампании. И мы это могли наблюдать от дистанционных до различных нюансов подачи документов. Масса, масса, масса идущих навстречу. И мы, естественно, и я как руководитель университета и коллеги мои, мы не могли не воспользоваться такой возможностью для того, чтобы дать, прежде всего, еще раз шанс тем ребятам, которые не смогли приехать в силу санитарно-эпидемиологических моментов. Многие болели и тоже не могли, да, сами болели и вот с пониманием к этому отнеслись. И дали возможность до 30 сентября, то есть сегодняшнего дня, возможность поступить на следующее направление. Те, которые мы без конца говорим, да, педиатрия. И мы набрали 70 педиатров на сегодняшний день. Это прекрасный, хороший показатель. И для нас, мы уже говорили в этой студии, что военный выпуск первый выпустили 7 педиатров, да, а теперь 70. В 10 раз. 70, да. Это очень хорошая цифра. Это цифра даже выше довоенной. Не, ну, нужно еще пройти обучение, чтобы выпустить сутки. Однозначно. Это, естественно, не все дойдут, потому что мы говорили, какие очень серьезные требования. Экзаменационные моменты. Ну, опять же, если ребята будут способны, почему нет. И опять же, они идут осознанно на педиатрию. Это очень большая заслуга и информационная. Потому что это действительно, вот в этом году мы, несмотря на коронавирусную инфекцию, вместе с вами, уважаемые журналисты, мы активно работали, активно показывали, приходили наши коллеги, рассказывали, что это за профессия. Потому что очень мало информации. А это ведь действительно, это сподвижничество. Это, по сути, достаточно интенсивная и серьезная работа и ответственная очень профессия. Легендарная бы даже сказать. Поэтому ребята приходят осознанно и подают документы именно на этот факультет. И, конечно, набрали фармацевтов. Заученное направление. Многие, почему мы и дополнительный набор объявили на это направление, потому что не смогли приехать. И вот мы 14 человек зачислили. Они прошли экзамены, все. Но, опять же, это было непросто. Мы объявили всех, пожалуйста, как на педиатрию, так и на фармацевтию. Не как в фильме, на кирпичный завод два человека. Конечно, совершенно правильно. И в этом и мониторинг. Порой даже вот эта дополнительная компания, она очень ощутимо проводится. Потому что та же комиссия экзаменационная, те же преподаватели. И было очень много ребят, которые не сдали экзамены. И поэтому это очень ответственное. Нет проблем подготовиться. И почему нет? Есть люди, которые поступают и по три, и по пять раз. Потому что если у них есть четко поставленная идея, они стремятся. Но базовые знания должны для вуза быть четкими. И поэтому... А медицинский вуз – это отдельная история. Да, это исключение вообще. Здесь мы очень жестко проверяем. Поэтому вот цифры такие. И эти цифры нам дали возможность набрать 62 фармацевта-заочника. Это тоже хорошая цифра. И очень много ребят из Российской Федерации приехало и обучаются. И таким образом мы этой дополнительным набором, воспользовавшись им, посмотрели, что это достаточно хорошее дело для нас. И если в следующие годы мы набор будем осуществлять и будет возможность такая, вводим в один из арсеналов наших, почему нет. Города и районы прислали своих людей, которые... Так как знаете, как... Ну вот по педиатрам, три человека педиатра, да, которые дополнительно набирали, это ребята вот с городового района. Потому что министр здравоохранения Наталья Асона достаточно серьезно провела разговор на одну из коллегий и поставила задачу. И вот дополнительный набор мы объявили. И главные врачи отреагировав, сразу отправили ребят целевыми. Там были еще направлены... Это какие города и районы? Это наши, особенно приграничные, те, которые находятся на зоне разграничения. Прифронтовые наши зоны отправили двух человек целевиков. Это неплохо. Будем надеяться, что когда они закончат обучение, это уже будут непрефронтальные зоны. Однозначно. Это абсолютно, да, абсолютно право. А вообще педиатр это такая профессия, это вот... Если терапевт, это да, действительно такая уважаемая тоже профессия. Но когда диагноз ставить ребенку, особенно младенцу, который не может сказать, что с ним не так, что у него болит, и поставить диагноз и вылечить, это... Это, да, это искусство. Это искусство, да. Очень, очень серьезно, очень большое. А, опять же, ну, начинается, начался учебный год новый. А если придется переходить опять на дистанционную форму обучения? Мы беседовали об этом, и не просто беседовали. Есть, специально мониторирует Министерство образования, да. Вот вузы, и по решению ЧСПК мы знаем, да, что вузы принимают решения в отношении дистанционного обучения. Во-первых, мы не должны забывать, что к дистанционному обучению должен быть определенный порог заболевших. Вот. И это очень серьезный факт. Плюс сейчас каждый отслеживается, отзванивается, по какой причине не явился. Конечно, конечно. То ли на автобус опоздал, то ли... Подтверждающие документы. И мы же тоже при посещении вуза обязательно измеряется температура, обязательно это все записывается и фиксируется четко в журналах. Поэтому, если есть заболевший, это должен быть определенный процент заболевших. Сейчас этот процент даже ниже полутора процентов на курсах. Слава Богу. Да, просто если он поднимается, достигает порогового количества, мы обязательно... у нас есть клинический отдел, который мониторирует. Деканаты очень серьезно собирают эту информацию. Каждый день на стол ложится информация о том, сколько у нас заболевших преподавателей, студентов, рабочих. То есть мы это все мониторируем. Если порог этот будет достигнут или близок к нему, то, естественно, мы будем переходить на дистанционное обучение. Пока этого нет, слава Богу, работаем. Потому что образование, мы уже и говорили, и в этой студии, медицинское, дистанционное, это крайние меры. И мы специально распланировали так учебную программу, что сейчас идет максимально. Каждая кафедра распланировала все. И мы утверждали затем на ректорате это все. И то, что дается максимально практические науки, пока мы работаем. На дистанционной будем максимально идти по теоретической программе. Затем опять вышли, работаем по программе опять максимально практических наук. И не будем забывать, что профессия медика – это практическая профессия. В связи с этим очень хорошо, что многие ваши студенты сейчас, даже в тяжелое особенно время, проходят разведку боем. Да, я им признателен, потому что у нас не существует такого, что вот должны, обязаны, вперед, там, и все остальное. Это, прежде всего, это зов сердца. Даже некоторых студентов мы не пускаем. И ординаторов, например, почему такой процент? Да, не все ординаторы, потому что есть кормящие, есть беременные, есть студенты-инвалиды, которые имеют сопутствующую патологию, тяжелую, естественно, о чем речь. Даже если они готовы, там, идти и все остальное, то мы их к этому не можем допустить. Есть, безусловно, и те, которые не желают, ну, это малый процент, естественно, в силу, например, того, что один ребенок, семьи, еще там многие-многие факторы приводят. И, опять же, это все совершенно добровольно. Мало того, они, если волонтеры, это волонтерское движение, добровольное тоже, это контролируемо, это тоже не бесконтрольно, ребята ходят, это все контролируют наши преподаватели и активисты движения нашего общественного мира Луганщины, потому что это одно из таких вот ведущих моментов в волонтерском движении, да, вот, и, естественно, в отношении наших ординаторов, это тоже, они устраиваются официально в больнице, то есть они получают заработную плату и тем самым работают. Также и студенты тоже, которые после третьего курса устраиваются медсестрами, до третьего курса они могут и санитарами устраиваться, тоже ребята работают. И, мало того, я хочу сказать, вот, и в моем лечении тоже принимали участие наши студенты, которые работают и по выходным, и по ночам. Вот, и я должен ответить, что достаточно высокий профессионализм в отделении реанимации, это действительно люди, которые овладели многими практическими навыками, и они достаточно четко, вот, так, взгляд и со стороны пациента, и со стороны врача, да, вот, я вижу, что это очень ответственное и развивается не только ответственность, но и профессионализм, который им понадобится затем в работе. У меня остался только один вопрос, последний, вот, смотрите, мы с вами неоднократно говорили о том, что, чтобы пойти учиться на врача, должно быть призвание. Пойти учиться в медицинский, в военное время, нужна одна смелость, наверное. А еще и в пандемическое время, в эпоху пандемии, ну, это, наверное, нужно вообще уже полное бесстрашие и бесконечное какое-то чувство, ну, я не знаю, даже не любви к профессии, потому что ее еще нет, а вот желание, а вот как это сформулировать? Сформулировать – это прежде всего то, что вот испытываешь к таким нашим студентам, к таким ординаторам, нашим преподавателям огромное уважение, потому что люди абсолютно понимают, куда идут работать, что это сегодня, да, привезли пациента, пусть, да, с пневмонией привезли все, но пока не сделаны анализы и прочее, мы не знаем, с чем этот пациент. Есть у него коронавирусная инфекция? Нет. И поверьте мне, как переболевшему не коронавирусной, уже этого достаточно для того, чтобы быть покойным. Поэтому это очень тяжелая патология. Естественно, к этим ребятам огромное уважение. И, естественно, отношение университета к таким ученикам достаточно уважительное. Но и, вот как вы говорите, без страша нет. Страх есть у всех, безусловно. Страх есть у всех. Но прежде всего это осознание того, что ты нужен людям. С этого начинается шаг медика, с этого начинается все. Это как и было с нашими медиками, это показало 2014-2015 год. Достаточно четко это показал, кто остался, кто оказывал помощь, как оказывал помощь. И, естественно, сейчас время пандемии тоже показывает, кто, насколько, как ответственно относится к своей профессии. Если человек, будучи уже на третьем курсе, участвует в волонтерском движении, или работает медицинской сестрой в больнице в такое непростое, опасное, для него, прежде всего, опасное время, то уже они, такие обучающиеся, в будущем, я более чем уверен, это будут прекрасные доктора. Но я еще хочу сказать, что они работают в свободное время. То есть такого, что не пришел на занятия, работаешь, а тебе там ставят хорошие, этого у нас нет. Нет, есть учеба, это зов сердца, зов души, это, естественно, большое уважение, но это уже в неучебное время. Особенно сейчас, когда дается именно интенсивный курс практических навыков. Конечно, однозначно, да, однозначно. Рады были видеть вас в студии. Будем ждать еще с только радостными информационными поводами. Спасибо. Здоровья вам и всем вашим пациентам, да и всем жителям нашей республики, да и вообще желательно всем, пусть никто не болеет. Да, пусть заболевшие выздоравливают, а те, которые не заболели, будут здоровы. Вот, приходите к нам еще. Напомню, мы говорили с ректором Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки Александром Торбой. Далее в эфире дайджест новостей от Ярослава Заметы. Не переключайтесь. Вести плюс. На Вести плюс новости. 12 часов 30 минут в Луганске в студии с новостями к этому часу Ярослав Замета. Правительство ЛНР внесло изменения в постановление о некоторых вопросах, связанных с предоставлением услуг по централизованному отоплению и запуском котельных, подающих теплоносительные объекты социального и культурного значения. Согласно документу, решение о начале и окончании отопительного сезона администрация городовой районной республики принимает самостоятельно. В свою очередь, Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР принимает соответствующие решения в отношении объектов теплового хозяйства государственного предприятия «Луганскгаз». Ознакомиться с документом можно на официальном сайте правительства ЛНР. Электроснабжение по некоторым адресам села Николаевка и Лобачева, а также поселка Дзержинская, сегодня будет временно отсутствовать. Как сообщили в компании центральной городской электрической сети, это связано с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач. С перечнем адресов, по которым будет производиться отключение, можно ознакомиться на сайте Луганской городадминистрации. В рамках акции «Очистим республику от мусора» сотрудники Управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР провели субботник на реке Ольхавая. Об этом сообщили в природоохранном ведомстве. Специалисты Минприроды расчистили участок русла реки от села Роскошное до гаражного кооператива «Заречный». По руслу и вдоль берега собрали около 3,5 кубометров мусора. Кроме того, на этом участке реки Ольхавая участники субботника разобрали три затора. Следующий выпуск новостей в ближайшее полчаса. Вести Плюс. Первое о главном. Вести Плюс. Ну, а мы продолжаем. По-прежнему в студии ведущий Ярослав Замета и Юрий Свидерский. И сейчас вернемся к озвученной в начале часа теме. Напомню, зам руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин взял и заявил в Верховной Раде 29 сентября накануне, что не видит никакого подтверждения ведения войны на Донбассе между Украиной и Россией. Он отметил, что там против ВСУ воюют сепаратисты и наемники из 30 стран мира. И вот реакция. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе, которой Фокин, получается, подчиненная на зам руководителя группы накатали телегу о том, что господин Фокин, как любой человек, имеет право на собственную позицию, какой бы странной она ни казалась, но мы вместе, как делегация Украины в переговорах в ТКГ, должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства, даже когда не участвуем в переговорах. А украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, который когда-то неудачно косплеил Жириновского с стаканом с водой в адрес Саакашвили, он вообще сказал, что его возмутили слова заместителя главы украинской делегации в ТКГ Фокина. Следующей цитатой, ну тоже, простите, процитирую. Фокин на войне, о которой вы, как говорите, нет, погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саурмогилой и Лавайском. Мерзавец, написал Аваков на своей странице в фейсбуке. Слова Фокина за последние недели, пишет Аваков, наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью, немедленно гнать, как минимум снова на пенсию. Вот такой вот грозный Аваков. Да, что еще хочется добавить, уже в описи президента Украины тоже сказали, что это его личная позиция, да, и она расходится с государственной. А вот замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос отреагировал на это так. Так, сегодня произошла ужасная и вопиющая вещь. Человек, который представляет Украину в трехсторонней контактной группе в Минске, человек, который представляет каждого из нас, гражданских, военных, кто прошел ад войны с агрессором на Донбассе. Ну, если уж так на тупо слово, знаешь, война не закончилась. Так что ад здесь продолжается на самом деле, да, особенно для прифронтовых поселков. Семьи погибших и детей, которые стали сиротами в боях с захватчиком Российской Федерации, заявил, что никаких подтверждений, что это война с Россией, он не видит. Слепой дурак. Да. И маразматик. Им мир не нужен. Не нужен. Еще раз, знаешь, каждый раз, когда вижу эту реакцию на слова Фокина, который просто либо читает Минские соглашения им, да, то есть раз уж вычитать не будут, то вот там, детки, сказочка на ночь, да, называется Минские соглашения. Ну, читать вы не умеете, ну, в детстве нам тоже, знаешь, мамы читали, и бабушки, и дедушки, когда мы читать не умели, они нам читали сказки. Вот и Фокин, как старший уже, как дедушка, читает им все-таки Минские соглашения, раз уж они читать не умеют. Вот. И каждый раз я вот, видя такую реакцию, вот я все больше с Дмитрием Козаком согласен. Пускай ведет, представляет Украину в трехсторонней контактной группе министр иностранных дел. Тем более, это, по-моему, министра иностранных дел назначать лично, ну, то есть по представлению президента назначается министра иностранных дел, насколько я помню. То есть как министра внутренних дел, так и иностранных, да. И будет официальная позиция, а то говорят, это его личное мнение. Вот когда будет выступать министр, вот тогда это будет не личное мнение. Это будет государственная позиция. Вот пускай. А так, они вот этими заявлениями, вот этими назначениями, они просто-напросто оттягивают минский процесс. Вчера вообще считал такую дичь, дикую. Во-первых, Тищенко, видать, перед мэрскими в Киеве решил, что он тоже может что-то придумать, как решить конфликт на Донбассе. Хочет собрать свою отдельную группу депутатов, которые будут этим заниматься. В офисе президента Украины заявили о том, что в парламенте создадут две еще группы для урегулирования конфликта на Донбассе, из украинских депутатов. В одну войдут исключительно слуги народа, а в другую могут войти все. То есть они, понимаешь, даже создают депутатскую группу для того, чтобы решить вопрос конфликта на Донбассе, и даже не могут собрать одну группу, им надо две. Потом будет десять, я не знаю, сколько, что они хотят. Тищенко вообще отдельную группу собирает. Что происходит? Что у них там происходит? Что они курят? Кстати, это очень интересный вопрос в свете того, что в начале октября там состоится мероприятие. Тоже буквально в рекламке на Ютубе выпало мне, у меня после этого глаза выпали до колен. Они на полном серьезе рекламируют в Киеве в начале октября конопляную ярмарку. А что они будут про это? Канаты? И там, собственно, в рекламе речь идет о том, что при покупке чего-то там что-то в подарок, при покупке на еще большую сумму еще что-то в подарок, при покупке на какую-то сумму вообще супер-приз, супер-подарок, карандаш, который втыкаешь в землю, из него растет куст конопли. Это на полном серьезе на Украине. С полном поведения ярмарки МВД Украины, да? Ну вот так вот. Как по-другому. Пожалуйста, по поиску, чтобы не говорили, что я выдумываю. Выдумываю, да, конопляная ярмарка в Киеве, на Украине. Тут Никита Патураев придумал, как поступить с русскоязычными украинцами. Дело в том, что этот великий философ, который сначала там учил, да, сказать, на одной ноге, на самой заре зеленых, потом а-ля фюрер с трибуны Верховной Рады устраивал блатную истерику на тему Ленина. А теперь он предложил украинцам новый язык. Так вот, по словам слуги народа Патураева, русский язык должен быть отдельным языком на Украине. Вот такая цитата. Это украинский, русский. Ну, я бы сказал, что... Это безграмотный, потому что людей, людям набили вот эту вот простейшую идеологему, як слышится, так и пышится. Да. И все, и стали, то есть, я давно удивляюсь, как украинская армия еще не переняла, вот, после того, как дживелины не летают, самолеты разбиваются, по-моему, в пору уже к одной ноге сено приматывать, к другой соломой и шагать. Потому что не разбирались, да, когда-то там, где левое, а где правое. И командовали сено, солома, сено, солома, так и ходили. Ну, это одно дело. Другое дело, что значит отдельный язык. Ну, я могу сказать с таким же успехом, что у них... Это намек на то, что вы, русские, все-таки будете меньшинством. Мы вас таким образом, хотя бы таким, но сделаем меньшинством. Дело в том, что они... Хотя какое русское, они украинское, они украинского не знают. В этом проблема. То есть, даже вот, глядя время от времени на украинские каналы и слыша их украинскую речь, ну, во-первых, они, ну, то есть, жителей регионов, жителей городов, стран, они называют мешканцем. Вот, меня это бесит, на самом деле. То есть, может быть, мешканность квартиры, будинку, якщо без хатчинка, то підвалу, да? А если человек живет в городе, то це житель. Они этого не знают. Со словом отношения у них вообще проблема. Они везде, у них идет відношення. Хотя есть ставлення, відношення, стосунки и так далее. То есть, они не дифференцируют собственный язык вообще. И при этом они говорят, нужно говорить на украинском. Их, когда слушаешь, так думаешь, вот этот закон про 16 тысяч за неправильное слово, вот это нужно им действительно ввести. Может быть, тогда они то сами заговорят на украинском языке, потому что они на украинском не разговаривают. Они говорят на каком-то, ну, опять же, когда говорят суржик, говорят, вот на Донбассе, там, на востоке Украины говорили на суржике, да? Типа смесь украинского и русского. Суржик – это, в принципе, смесь двух языков. Во Львове говорили на суржике украинско-польском. И говорят. Хотя они себя считают эталоном украинского языка. Нет, нифига. Все почему? Все начинается со школы. А к чему все приходит? Вот интересный такой оборот. Потому что в Киеве родители заявили о введении в школах платных уроков. В некоторых школах отдельные предметы преподают за деньги, тогда как в других бесплатно, сообщают пользователи соцсетей. В киевской школе номер 263, в частности, на улице Сержа Лифаря для первоклассников ввели платный предмет – логика. С одной стороны, понятно. Учат сено-солома. Хочешь быть немножко умнее – заплати денег. И учи логику – будь умнее остальных. Об этом сообщила мать одного из учеников, Маруся Войтенко, в группе родителей СОС у Фейсбути. Родители интересуются, насколько законно такое нововведение, есть ли официальное подтверждение. В ответ пользователи написали, что подобные платные предметы есть и в других школах. Какие, интересно. Пользователь Елена Плохотник сообщила, что логика является обязательным предметом для первых классов, но у нее в школе при этом обучение бесплатное. В то же время пользователь Елена Макаревич назвала подобные платные предметы вполне легальными. Это преподаватель по логике, да? Да, она пишет. У нас в первом классе был дополнительный английский, во втором – логика, в третьем – украинская мова и математика. Оплата официальная, зависит от количества желающих. Ставка учителя делится на всех, заключается договор о предоставлении дополнительных услуг. Еще одна пользовательница пишет, что логика в 263-й на Лифаря – это урок дополнительный и по желанию. А вот у нее в школе номер она не называет, логика тоже есть, стоит 23 гривны. И дальше она пишет, скажите, оплатные танцы, рисование в школе дополнительными занятиями у вас тоже шок вызывают? Это она отвечает уже первой, которая возмутилась. Значит, она также добавила, что в школе, где обучается ребенок, предмет представили как факультатив, а не урок. Вот, вот до чего доводят украинское образование. Вывели из названия предмета, ввели как факультатив и начали стричь деньги. Ты же понимаешь, ты же там прочитал, что в каком-то классе идет математика и украинский язык. За деньги. То есть на Украине украинский язык факультативный, а русские они признавать не хотят. То есть у них в школах украинский язык факультативный. Не хочешь посещать факультатив? Вот для них Патураев и придумывает, я так понимаю, отдельный язык. Отдельный язык для факультативных занятий. По словам женщины, вот этой Елены Макаревич, в этом году на дополнительный урок согласился весь класс и вышло около 20 гривен в месяц на одного ученика. Ну, давай так, если 20 учеников... Пускай там 30 класс, да? Да, ну 30. А ты 20? Ну 20, да. Пускай маленький класс, да. 20 учеников по 20 гривен в месяц с одного, это 400. 400. 400 гривен с класса в месяц. Ну, пускай три класса будет. Пускай три класса, да, это 1200 гривен... Ну, даже не знаю, что сказать. На украинские учительские зарплаты... Не, ну первый класс... Это хорошо. Не, не, не. Насколько это правильно с точки зрения отношения, опять же, к родителям? Не, на первый класс, там, по-моему, идешь, что первая учительница, наша классная руководитель, она тебя и ведет полностью все время. Там же нет трех классов, скорее всего. Там один класс, то есть 400 гривен, грубо говоря, выходит. Ну, как сказать? Я не помню, чтобы у меня в школе была логика. Зато... Подожди. У меня, кстати, была, и была она абсолютно бесплатной. И, скажем так, отличнейший человек ее преподавал, и действительно интересный учебник был по этому предмету. Я что хотел добавить. На фоне вот этих вот всех платных предметов, что оставляют украинским школьникам бесплатно? Гимн перед первым уроком. Да. Бесплатно и обязательно. Да. А можно гимн факультативно? Не, ну а почему? Родители говорят, гимн факультативно. А кто не будет петь, отключат газ. Да, я так думаю, там отключат газ, там кто-то не будет скакать. Нет, как раз, когда отключают газ, начинают, выходят и начинают скакать. Да, плашемерзвы начинают. Ну, в общем, такие вот чудные дела, а зато, опять же, тоже школьные новости, украинские, в поселке Талалаевка, Черниговской области, четверо школьниц станцевали танец Тверк, или Тверк, как называют его, возле памятника погибшим атошникам. Запись была опубликована в телеграм-канале анонимно Чернигова, а также об инциденте сообщила в фейсбук областная полиция. Значит, находится на центральной улице райцентра этот памятник. Тут уже и все. Фоточки, извините, извините. Как выяснилось, двум из танцевавших по 16 лет, они учатся в местной школе. По ним составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве еще двум девушкам по 13, поэтому за их действия будут отвечать родители. Им составлены админпротоколы и выданные по 184-й КОАП, невыполнение родителями или лицами их заменяющими обязанности по воспитанию детей. Админматериалы направлены в Талалаевский рай суд, а полицейский из ювенальной превенции уже провел профилактическую работу с администрацией школы, где учатся девушки, а также с учениками. То есть за это еще и все попали. Кроме того, начальник райотдела полиции Андрей Водолазкин встретился с главой Талалаевского союза участников АТО и обсудил ситуацию. Ну, это вообще у них любимое занятие. Встретиться с АТОшниками и обсудить ситуацию. При этом запланирована встреча АТОшников с педколлективом и проведение дополнительных классных часов для патриотического воспитания подрастающего поколения. На платной основе? Боюсь, что это им впарят в обязательном порядке. И на платной основе? Ой, да. Также ситуацию прокомментировал, ну где же еще украинцы все комментируют, как ни в фейсбуке, глава организации Богуслав Борсук. Борсук, это имя и фамилия, Богуслав Борсук, пишет слова подобрать трудно, по-русски, кстати, пишет, не на отдельном языке и не на украинском. Я не против танцев, я только за молодежные движения, но место выбрано не то. Надеюсь, это был необдуманный шаг с их стороны, но если нет, то грустно становится за такую молодежь. Этот памятник открывали не для того. И чуть позже Борсук разместил видео с извинениями школьниц, то, что я и назвал, уже огласил выше. Вот они уже все, понурив головы на фоне этих же памятников, точнее там один памятник. Настолько так чтит государство, что одна могильная плита всем сразу воинам АТО погибшим и чуть-чуть так по-богатому плиточкой выстелена. Кстати, не убрана, трава растет между плиточек. И вот мы просим прощения за то, что не подумали, не оглянулись, не вспомнили, не задумались, своими поступками убедили вас, дорогие украинцы. Ну и так далее, и так далее. Извините нас, пожалуйста. Только зеленкой не облили еще. Вот на самом деле я только хотел сказать об этом, хоть это самое, хоть действительно не облили зеленкой и не заставили на коленях извиняться, как это было в прошлый раз, когда АТОшники пришли толпой к девочке и начали ее, заставляли ее извиняться, а под камнем еще и зеленкой облили, да, как это было. Здесь хотя бы без этого обошлось. Тут хоть, наверное, полиция тоже пошла разговаривать с ветеранами АТО, чтобы не лезли к детям хотя бы. Ну, в общем, вот что творится на Украине, при этом все, на фоне всего этого цирка с конями, Украина официально заявила о том, что начнет называть президента Белоруссии Александра Лукашенко по имени без указания должности. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, об этом сообщает Европейская правда. Украина будет указывать Лукашенко без должности. Это кто будет указывать? Государство, в котором в 6 лет уже пребывают у власти беззаконщики и беспредельщики? На что они сейчас пойдут? Сейчас Лукашенко развернется, скажет, у вас с 2014 года нелегитимное правительство, и сейчас последователи такие же. Но тут вопрос такой, он же ездил встречаться из Порошенко, там аж целому чиновнику плохо становилось. И опять же этого нельзя делать, потому что в Минск пофетка переговорная. И агенту СБУ Гордону, да, уже дал интервью. Да, тяжеловато будет, но может не признать следующий. Ну просто, чья бы корова мычала? Ну понимаешь, вот я вот говорил сегодня о том, что нужно, чтобы министр иностранных дел представлял Украину в трехсторонней контактной группе. Если это будет Кулеба, толку не будет совсем, хоть он министр, а не, собственно говоря, первый президент Украины и первый вице-премьер, да, грубо говоря, Фокин. Если будет Кулеба представлять, то это не сдвинется все равно в Минский процесс с точки, с мертвой. Потому что оно такое. Просто после пятнадцати спрашивают, может быть незаконно избранный, может нелегитимный. Нет, просто, 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 просто Александр Лукашенко. Кстати, почему не получивствующий? Да, хотя у самих президента, если упоминать без президента, то, ну, уже даже не смешно как-то становится. То на пафосе выезжает президент Украины Владимир Зеленский. А так, если просто, ну, встретился с Владимиром Зеленским. Да. Да, полстраны на корпоративах и свадьбах встречалось с Владимиром Зеленским. И? О, да. И что? Пусть вспомнит свои нетверезые похождения по Луганску. Да, дело в том, что у многих есть приятные воспоминания, когда свадьбу им отвел президент, там, или еще что-нибудь такое. Тоже хорошо. Тем временем на Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения ковидом-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны Украины. Имя не Данилова, предлагаю уже персонально называть. Лабораторно подтверждено 4027 новых случаев заражения. Предыдущий рекорд был 26 сентября, тогда было 3833. Скончались за сутки на Украине 64 пациента с коронавирусной инфекцией. При этом, опять же, говоря эти цифры, в стотысячный раз я бы лично добавлял к этому всему, что огромное количество людей не диагностируется, не ходит к врачу, потому что медицина на Украине реформирована, зареформирована до такого состояния, что людям легче переболеть дома, а там куда кривая вывесит. Ну да, опять же, у них, ну опять же, тесты платные. Лишь бы костлявая не пришла. Тесты платные в этом проблемы, да. Ну а вот позиция Украины по Нагорному Карабаху, опять же, Кулеба сказал, ну, по сути, он сказал все то, что, то есть, я боюсь, что с Арменией могут опять начаться проблемы, потому что он сказал, что призвал Азербайджан и Армению регулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха с соблюдением принципа территориальной целостности, а это значит, что поддерживает Азербайджан в этом вопросе Украина. Так что могут быть проблемы. Продолжим говорить на эту и другие темы в формате программы. Здесь и сейчас в телерадио режиме уже завтра в 12, ну а в режиме радио продолжаем работу прямо сейчас. Не переключайтесь для вас в этой студии. Работали Ярослав Замета, Юрий Свидерский. Всего доброго.